Аллилуйя, давайте Богу вас дадим аплодисменты, давайте будем провозглашать благословение, прибудьте в мире, вы миссионер, который спасет весь мир. Давайте будем насадяться благословением первого родца, для того, чтобы получить благословение от Бога. На этой неделе желаю, чтобы через слово с кафедры вы действительно сделали Господа своим капитаном и могли одерживать победу на местах действия. Я благословлялась именем Господа. Сначала я хочу вам задать вопрос. Вот когда вы только начали свою жизнь веры, ну, конечно же, у вас были какие-то мотивы, почему вы начали жить веру. Что это за мотивы? Ну, если те люди, которые вообще прям с утра бы верят, то есть они как бы следовали за мамой, за родителями и ходили в церковь. И были те люди, которые, к примеру, какую-то помощь получили от верующих и начали ходить в церковь. Или были люди, которые сами начали ходить в церковь. Но в любом случае, в самом начале, когда вы вели, когда вы начали вашу жизнь веры, вот, какой у вас был мотив веры в Иисуса? Ну, вот если послушать, как бы, разговоры людей, то можно, можно, как бы, упорядочить три причины веры в Иисуса. Первое, для того, чтобы у меня все получалось. То есть, я сосредоточен на себе. То есть, я должен получить благословение. А другие говорят так. То есть, для того, чтобы... То есть, есть люди, которые хотят что-то сами сделать, но у них не получается. То есть, они настолько, как бы, усердствуют достичь своего. И вот, ну, у них не получается, поэтому они начинают верить. А есть те, которые не знают, что их ждут в будущем, но они хотят преуспеть в будущем. Поэтому они начинают верить. То есть, это все я, мое и мое будущее. То есть, в принципе, большинство людей, они вот по этим, по этим причинам, они верят в какую-то религию. То есть, те люди, которые поклоняются идовам, они так же само ради этого. Они тоже ради этих трех вещей, вот, выбирают себе религию. Ну, и люди, которые в церкви ходят, они так же само из-за этих причин ведут жизнь верой. Вот такое происходит. Поэтому надо быстренько выйти из этого. Вот если вы посмотрите в Библию, то я, мое, мое будущее... Есть тот, кто сотворил вот эти все вещи, его не видно глазами. Его называют дьявол, сатана. Поэтому наша с вами война, наша с вами борьба не против плоти, не против людей, а против вот этого сатаны, которая не видно глазами, которая меня постоянно улавливает через вот эти вот три вещи, которые я говорил. То есть, наша война против сатаны. И как можно, как можно-то воевать против этого сатаны? То есть, сатана, он действует... То есть, люди, смотрите, имеют эти три вещи, они хотят их достичь, и поэтому они верят. Но в итоге что происходит? Они становятся эгоистичны, зациклены только на себе. Но наша с вами война это какая? Духовная война. Духовная война против злого духа. И вот был человек, который, вот, который вел жизнь веру, это апостол Павел, и он так сказал, что наша жизнь вера — это война. Поэтому в Ефесянам он говорит, что... Он говорит, что война наша не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной. Вот то же самое вы в своей жизни веры. Вот это бытие 3, 6, 11. Я, моё, моё будущее. То есть, если вы не сможете выбраться из того, благодаря вот этим вещам, которым сатана держит вас, тогда у вас не получится вести нормальную жизнь верную. То есть, Бог, Он приготовил огромные благословения для нас, но мы не сможем наслаждаться Божьей действием из-за этих трёх вещей. Поэтому необходимо хорошо вести духовную войну. Вот 1 Петра 5, 7, 8 сказано, «Итак, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник вождя уходит, как рыкочлив, ища, кого поглотить». Вот такое слово говорит нам. И вот если посмотрите 9 стих, то сказано, «Противостаньте ему твёрдую верою». То есть, твёрдо стоя в вере, мы можем противостать дьяволу. Это так. Настоящая наша война с вами — это духовная война. А есть люди, которые хорошо воюют по плоти. Но нам не надо так воевать, потому что нам надо наслаждаться Божьими благословениями. Значит, человек до того, как он грехопал, до того, как он потерял, как он покинул Бога, он жил, наслаждался Божьими благословениями. И ради этого Бог сотрёт человека, чтобы он наслаждался Божьим благословениями. Но ради этого Бог прислал Христа. И те люди, которые получили спасение через Христа, теперь должны одерживать победу в духовной войне. И через духовную войну должна ослаждаться Божьими благословениями. Поэтому необходимо хорошо вести духовную войну. И вот сегодня мы тоже с вами прочитали Местное Писание. Это Второзаконие 20-го. Очень важный стих. Бог будет сам за вас сражаться. То есть мы как бы сражаемся в войну, в которой уже одержана победа. Поэтому, когда мы с вами духовно ведём войну, нам не надо колебаться, нам не надо переживаться. Почему? Потому что уже одержана победа. А почему нам не надо переживать? Ещё раз, Четвёртый стих. Потому что Господь будет сражаться за вас. Поэтому не бойтесь ваших врагов. Поэтому Бог говорит через сегодняшнее Местное Писание, чтобы мы готовились к войне. Вот Пятый стих. Сказано, что если те, кто беспокоится, те, которые там заботятся о доме, о своём винограде, быстро возвращайтесь домой. И Седьмой стих. Седьмой стих. Шестой стих. Сказано, кто там ещё, кто там жену, а жене много дум, дышит. Быстро возвращайтесь. Почему? Потому что с такими людьми невозможно вести духовную войну. Поэтому необходимо правильно подготовиться к духовной войне. И если мы сможем наслаждаться духовными благословениями, тогда действительно мы сможем и на этой неделе, и всю жизнь с вами одерживать духовную войну. И ради этого надо сегодня восстановить духовную систему. Это сегодняшняя тема, да? Восстановить духовную систему. Необходимо сейчас создать, восстановиться духовную систему, чтобы вести духовную борьбу. Первое. Подготовьтесь вести войну, которую Бог желает. Значит, если одержать победу в духовной войне, то есть не заканчивается только победой в духовной войне. Произойдёт победа во всём. И начало победы во всём — это победа в духовной войне. Я ещё раз скажу. Поэтому начало надо воевать духовно и одержать здесь победу. Матфея 12, 29, Господь Иисус говорит, что сначала надо связать сильного, и только тогда можно расхитить, то есть ограбить дом его. То есть прежде необходимо связать сильного. Необходимо вести духовную войну, чтобы связать сильного. И что очень важно здесь понять, то есть когда мы будем вести эту войну, мы обязательно одержим победу. Почему? Потому что уже Христос, Он уже за нас воевал. Он прежде нас уже воевал, и Он одержал победу. И что это за война такая? Ещё раз скажу. Ещё раз я вам скажу. Самое важное оружие в духовной войне — это слово Евангелие. То есть наше орудие в войне — это слово. Надо словом вооружиться. Поэтому когда Господь Христос начал своё земное служение, к Нему пришёл сатана и начал искушать его. Вот если вы посмотрите Матфеич 4 главу, там сказано об искушениях. Но чем Иисус Он отбил искушение, победил искушение сатны, Он постоянно говорил «написано, написано». То есть Он словом победил. Поэтому сказано, что сатана Он проиграл, и написано «отошёл сатана, и пришли ангелы, чтобы служить». То есть, чтобы служить Иисусу. Как Иисус Он победил? Слово Он победил. Поэтому, когда будут сокрушаться силы в духовной войне, тогда будут приходить ангелы, и будут служить нам, и давать нам огромные благословения. То есть вот такие благословения должны осуществиться через духовную, через победу в духовной войне. Значит, Библия, она говорит нам о духовной войне. Значит, и вообще-то мир, он сильнее, чем мы с вами. Это действительно так. Мир, он намного сильнее, чем мы с вами. И вот, культура мира, она сильнее, чем мы с вами. И сейчас все люди находятся в руках сатаны, в руках культуры сатаны. И неверующие все находятся. И насколько эта культура сильная, что и верующие входят в эту культуру. И сейчас многие люди, они схвачены в бытие третьей главы. Поэтому у них есть раны. Что это за бытие третьей главы? Это тот момент, когда злой сатана, он, зная наши слабости, он атакует меня согласно моему уровню. Поэтому что такое бытие третьей главы? Это вообще, это очень серьезная проблема. Вот если вы посмотрите, также в бытие шестую главу, то когда жил и он, тогда многие люди, они обманывались культурой. Но посмотрите в реальности. Бытие шестая глава, это глава, который показывает культуру эфелим, культуру исполинов. Значит, и в то время и Божий народ, он впал в культуру исполинов. Божий народ должен был следовать за Божьим словом, а они были схвачены культурой исполины. То есть культура уже стала стандартом для жизни веры, ой, для жизни верующих людей. И в бытие одиннадцатой глава здесь говорится про успехи. В этом мире люди, они все следуют за успехом. И все они исповедуют, правильно? Что мне надо прилагать усилия, чтобы достичь успеха. Поэтому они говорят, что у меня есть сила, и мир он сильный. Вот так вот они говорят. И мы сами того не замечаем, как вот это бытие третье, шестой, одиннадцатой глава становится нашим критерием, критерием для жизни, стандартом для жизни. И вот нам необходимо сейчас увидеть вот такое местодействие. Необходимо увидеть себя внутри вот этих трёх проблем. И увидеть местодействие внутри этих трёх проблем. Вот причина, почему я сейчас говорю о бытие 3.6.11, потому что об этом только в Библии написано. И даже многие пасторы, они не знают об этом, об этой бытие 3.6.11. Проблема. Я извиняюсь, конечно. Но есть и даже богословы, теологи, они не понимают, что и сейчас бытие 3.6.11 происходит в жизни сейчас. Поэтому они не видят причину для духовной войны. То есть, как можно воевать, если ты не знаешь проблему? Вот посмотрите, вот сейчас вот эти всякие мирские организации, как Нью Эйдж, к примеру, Новая Эра, они сейчас, используя стратегию бытия 3 главы, сейчас влияют на мир. А люди об этом не знают. Как они могут, как они могут воевать? Сейчас масоны, которые наполняются злым духом, они сейчас осуществляют бытие 6 главы. Сейчас люди без Бога, которые сосредоточиваются только на успехе, влияют в это, в этом мире, как бытие 11 глава. А люди об этом не знают. Поэтому что мы видим? Что благодаря вот этим бытие 3.6.11 проблемам в жизни людей постоянно повторялось поражение. История поражения. Но что необходимо понять? Каким бы ни была сильная культура бытие 3.6.11, Каким бы мир ни казался бы великим и сильным, не было ни одного случая, чтобы эта культура мира победила культуру Царства Небесного. Чтобы этот мир победил Царство Небесное. Послушайте, вот в то время, во время особенно библейское, самая сильная страна была, это Египет. И тогда израильский народ, они были рабами этого Египта в течение 400 лет. То есть, долгое время было, долгое время были вот рабами. И вот, ну, представьте, 400 лет вообще без перерывов. То есть, они были рабами, их дети были рабами. Вот такая вот жисрав, жисравская была. И вот они были рабами, поэтому они были бессильны, то есть, они ничего не могли сделать. Но, эта сильная, эта сильная страна, Египет, увидела, увидела силу Божью, когда помазали косяки дверей кровью, и Египет был побужден. Египет был побежден. То есть, неважно, какой сильный этот мир, но этот мир не может победить Царство Небесное. Вот об этом говорит нам слово. Поэтому мы с вами, через Слово Христа, нам необходимо вести духовную войну. И когда мы будем вести духовную войну, мы обязательно держим победу. Поэтому необходимо правильно увидеть этот мир, и необходимо увидеть местодействие. И вот Слово тоже говорит, что когда Сатана будет побежден, тогда он отойдет. То есть, нам с вами дана вот такая вот победа над этим Сатаной. И теперь, и теперь, зная, зная, что вы имеете победу, вы сможете одерживать победу. Потому что вот в Второзаконе 24 сказано, что Господь, Он идет с вами и будет воевать за вас. И даст вам победу над врагами вашими. То есть, день, когда мы ухватимся за этот завет, мы сможем одержать победу. Потому что Христос уже заранее перед нами одержал победу над Сатаной. И Матфея 12, 13 сказано очень важно. Михея 12, 13 сказано, что Господь пойдет впереди вас и вы одержите победу. Поэтому, что очень важно, вам необходимо смотреть на Бога для того, чтобы управлять управлять вашими местами действия. Значит, мы с вами можем управлять местами действиями. И сейчас, до сих пор еще есть местодействия, где не царствует Царство Небесное. Поэтому нам, для того, чтобы управлять местами местодействия, надо смотреть на Господа. И затем нам необходимо с вами вооружиться верою. Что значит вооружиться верою? Вооружиться словом. потому что вера от слышания, а слышание от слова почвы. То есть, для того, чтобы нам необходимо вести духовную войну, нам необходимо вооружиться. Вооружиться словом надо. Поэтому мы с вами вот каждую неделю мы с вами держимся за слово. и чем больше люди держатся за слово, тем больше они становятся крепче и более нерушим они становятся. Что сказано в Матфея 7,24? Бог говорит, что тот, кто держится за слово Мое, тот подобен мудрому, который строит на камне. А Матфея 7,25 те, кто не слушают слово Мое, это подобно тому, что они строят дом свой на песке, на сене. То есть, чадо Божье, которое держится за Божье Слово, в итоге, чем больше проходит время, тем он становишься крепче. И даже если придут какие-то обстоятельства, ситуации и преследования, тогда вы будете крепко стоять. Почему? Потому что вы нерушимы. То есть, даже если ветер потует, воды полются, что бы ни было, вы будете как твердый дом, который стоит и не разрушится. То есть, по прошествии времени еще больше будем наслаждаться Божьими благословениями. Поэтому, если мы будем вооружаться словом, мы сможем испытать, мы сможем испытать Божье действие на местах действия. То есть, первое, храбрость. Что бы ни появлялось, мы будем испытывать храбрость. посмотрите на верующие хранилия церкви. Верующие хранилия церкви, какие бы гонения, преследования, убийства они не испытывали, но не пребывали внутри слова. Поэтому, по прошествии времени, они становились еще сильнее, еще храбрее становились. храбрее становились. Потому что, потому что, жизнь появляется вместе с Богом. И потом, эта жизнь, ее видно другим людям. Поэтому, если просто слово Божие, поэтому слово, если чадо Божие держится за слово Божие, то он понимает, что нет причины вести плацкую войну. его хранилия церкви, они держали за Божие слово, и они видели, как Бог действует на местах действия. То есть, не только мы обретем смелость, если будем держать за Божие слово, а мы увидим Божие действия на местах действия. И тогда Бог покажет нам, что наш враг уже побежден. Потому что Бог, потому что Христос заранее уже победил нашего врага. Вот если посмотреть на историю Ветхого Завета, тогда Израиль воевал с Амалекитянами, и тогда Моисеем поднял руки к небу и начал молиться. И поскольку Моисеем постоянно молился, то израильский народ он побеждал. Но когда Моисеем уставал и начал опускать руки, тогда израильский народ он начинал проигрывать. Поэтому священник Аарон он держал специально руки Моисея, чтобы тот мог молиться Боге. То есть, о чем это говорит? Что когда мы держимся за слово, тогда проявляется Божие действия. То есть, Бог, Он не только спас нас, а Бог, Он дает нам тайну, тайну, что Он вместе с нами на местах действия, когда мы держимся за слово. И мы сможем это увидеть. То есть, Бог, Он нам это покажет. Поэтому обязательно, на всех местах действия необходимо вести духовную войну. Значит, есть, есть трудности в отношении с людьми, есть конфликты, поэтому не воюйте по-плоцки, а начните с духовной войны. Есть проблемы с детьми, есть трудности, да, и начните так же вести с духовной войны. Духовной войны. Есть проблемы в финансах. А я должен еще больше зарабатывать деньги? Нет. Начните с бедностью духовно воевать. и вот дети, опять скажу, дети, ну, кажется, что мне надо что-то правильно говорить, дети будут хорошо расти. Нет, это не так. Необходимо вести духовную войну за детей, и тогда дети будут хорошо вести. Дети будут хорошо расти. Значит, один человек, он дал такое свидетельство, это сестра во Христе, вот она, ну, как бы, испытывала трудности из-за мужа. И одна же она сказала мужу, ну, как бы, мы так дальше жить не будем. И почему был конфликт, потому что он опен, муж, он постоянно препоносил поминки, и, и, и он начал, как бы, мешать ей, вести слово веру. И вот поэтому она сказала, что он, как бы, больше жить можем, больше жить не можем. Но потом, когда я, ну, когда я услышал вот это, тогда я и сказал, послушайте, ну, вы же знаю, вы же духовный человек, послушайте, Бог дал вам этого мужа, поэтому, за мужем необходимо воевать, поэтому, молитесь. И вот через месяц она сказала кое-что, значит, как бы, вопрос о разводе отошел, и муж, он принял решение вести же сферу. Вот такое свидетельство. То есть, ну, кажется, нам надо что-то делать, что-то говорить, какие-то правильные слова, вот, в отношениях с людьми, с детьми, моя финансовая жизнь, во всем необходимо, ну, не думать легкомысленно об этом, а необходимо там сокрушать тьму. То есть, я еще раз хочу сказать, не во всем надо, во всей духовной войне нам необходимо одержать победу. Если будем вести духовную войну, мы на сто процентов одержим победу. То есть, так же самое проповедование. То есть, не так же самое, вот, проповедование, выходить на улицу, там, что-то, людям раздавать брошюрки, еще что-то. Проповедование начинается с духовной войны. Когда сокрушается тьма, которая действует на людей, тогда эти люди, они поверятся в Иисуса, и они примут Иисуса. То есть, поэтому, есть какой-то район, есть какие-то люди, необходимо за них воевать духовно. То есть, воевать за них духовно. И вот, если начать проповедование с духовной войны, тогда мы обязательно побежим, почему, потому что отойдет от них тот злой, тот сатана, который держит их. а мы вот упускаем духовную войну. То есть, что я хочу сказать, давайте будем получать все благословения, начиная с духовной войны, и не упускать это благословение. Поэтому, в течение одной надели, вот, желаю, чтобы вы прежде всего начинали с духовной войны. Я еще раз хочу сказать, прежде всего, ну, как это, я вот сегодня пришел на благослужение. Вот смотрите, так же самое, за следующее воскресенье необходимо духовно воевать. То есть, воевать, чтобы получить благодать, там и все такое, и приходить на благослужение. И потом, когда мы придем, мы сможем кое-что, кое-чем наслаждаться во время благослужения, и проявиться Божье действие. Поэтому, каждый день, во время каждого момента, каждую неделю, необходимо во всем вести духовную войну. Поэтому, я благословляю вас именем Господа и Сотства, что вы хотели за это, и испытали этот ответ. Второе, самая важная война, это духовная война. И в этой духовной войне нам уже дана гарантия победы. То есть, нам уже дана гарантия победы в духовной войне. И поэтому, очень важно верить в эту гарантию победы и вести духовную войну. Христос, мы уже все закончим. что значит Христос? Это тот, кто совершил бытие 3.15. А что это за бытие 3.15? Итак, семя жены придет и поразит сатану в голову. То есть, тот, кто сокрушает сатану, это Христос. Вот этот грехопадший, ангел, он привел к поражению Адама и Яву. Значит, Бог сказал не вкушать, а дерево познано добра и зла, а сатана атаковал эту часть и сделал так, чтобы они вкусили. И с того момента ко всем народам, ко всем людям творениям пришли проклятия. И более того, этот злой сатана, злой дух, он схватил человека. Поэтому все люди, они сейчас служат сатане. То есть, они служат сатане. И служат сатане, в итоге, к чему они приходят? Ну, к кидалопоконству, к вере в какую-то религию. И чем больше проходит время, тем больше начинает колебаться из-за духовных проблем. И на этом не заканчивается. Их потомки таким же образом страдают. И вот эту... И нет ничего, что могло бы сокрушить вот эту тьму на этой земле. Поэтому Христос пришел на эту землю и сокрушил эту власть тьмы. Пришел истинным царем, истинным священником, истинным пророком пришел. И решил нашу вечную духовную проблему на кресте. То есть, разрушил силы тьмы на кресте. И когда мы верим вот это, вот это очень важное для духовной войны. Истинный царь, истинный священник, истинный пророк. Да, конечно, мы знаем об этом. Но если вы уходите на место действия, вот необходимо в это верить. Если действительно будут верить, тогда все решится. поэтому сказано, что кто верит, тот увидит славу Божию. Иоанн 11.40. То есть, сказано, что вы увидели, поэтому вы увидели славу Божию. славу Божию. То есть, наоборот, увидят Божию славу те, кто не видел, а уверовали. То есть, те люди, которые верят, потому что видят, они не могут иметь постоянство. А те, которые верят, даже если они не увидят, они увидят больше действия, славу Божию видят. Вот я, у тебя тоже бывает такое, что иногда вот у меня падает настроение, и есть то, когда я как бы, мне не верится во что-то. Но тогда у меня тоже как бы не получаются отношения с людьми, которые рядом со мной. То есть, Христом надо закончиться всем проблемам, но бывает, мне иногда не верится во что-то. Ну, к примеру, есть какие-то там события произошло, проблемы какие-то произошают. Мне не верится в то, что Христос все закончил. Но что такое духовная война? Это вера. Вера во что? Что Христос, Он все мои проблемы, как истинный царь, истинный священник, закончил уже. Вот вера в это. Вот это есть духовная война. Я на 16.33. Я победил мир. То есть, я желаю, чтобы вы веровали в то, что провозгласил Иисус, что я победил мир. И еще Он говорит ученикам своим, что говорит, я победил мир, поэтому вы тоже одержите победу над миром. Поэтому нам не надо с вами вести плотскую войну. Почему? Потому что Христос, Он уже одержит победу. И сегодня в Второзаконье 20-го 1-м стихе сказано, что когда вы пойдете на войну против вашего врага, то увидите больше лошадей, больше воинов, но не бойтесь этого. 20-го Он победил этот мир. И если мы верим в этого Христа, то тогда благословение победы над миром сходит на нас. И в Матфея 10-1, когда Иисус направлял учеников, Он говорит, даем власть изгонять бесов и лечить каждую болезнь и немощь. 1-я 4-4 Дети, тот, который власть намного больше того, кто в этом мире. То есть внутри нас Христос. То есть Христос больше, чем этот мир. То есть с вами Христос больше сатаны, дьявола. То есть даже не сравним Христос с дьяволом. Поэтому когда мы верим с вами в это, тогда вот это называется духовная война. И теперь нам необходимо с вами подготовиться к войне. То есть как можно податься к войне? Это вера. Вера это и есть самая важная духовная война. И тогда если мы верим, мы подготовлены к духовной войне. послушайте, что такое вера в победу? Это когда люди идут и они ставят знамя. Ставят знамя на какой-то земле, территории, говорят, это наше, то есть мы победили. То же самое в духовной войне самое важное богослужение, первое, это одерживать победу в богослужении. Вот почему мы держимся с вами за воскресное слово? А потому что через это мы можем подготовиться к духовной войне. Вот сегодня уже сказано во втором стихе. Когда ты пойдешь на войну, тогда священники пройдут впереди тебя. Почему Бог говорит, чтобы священники пошли впереди? Послушайте, когда мы с вами держимся правильным образом за воскресное слово и преподносим богослужение, тогда мы одержим победу в духовной войне. Поэтому очень важно вот это воскресное слово не просто послушать и забыть, а необходимо записывать его. Если не делать какие-то записи, тогда просто вот это слово пройдет и все. Поэтому необходимо хотя бы одну неделю это слово держаться, повторять его. Если вы будете размышлять над этим словом, тогда очень хорошо, если вы будете записывать ваши откровения, придет какое-то понимание, чтобы это тоже записать. И тогда без исключения всегда будете одерживать победу в духовной войне. Если победа в духовной войне, то победа во всем. Поэтому воскресное богослужение это самое важное благословение в победе в духовной войне. тьма, я желаю, чтобы вы не упускали это благословение. Важаю, чтобы вы не упускали слова. И тогда обязательно, будет держаться за слово, сойдет благословение престола Божьего. То есть во время важного богослужения, когда вы будете смотреть на Бога, что такое духовная война? То есть внутрь вас будет сходить благословение престола Божьего, и внутри вас будет сокрушаться тьма. И на всех местах действия, которые связаны с вами, там будут сокрушаться все силы тьмы. Поэтому когда сокрушаются силы тьмы на местах действия, во время богослужения. Поэтому я желаю, чтобы обязательно такие благословения произошли в вашей жизни. Послушайте, действительно, вы через богослужение получаете все ответы. Вот, к примеру, в воскресенье приходите в церковь, и в это время подготовки к духовной войне. И держась за слово, вы могли наслаждаться богословением победы в духовной войне. И что важно, необходимо вести духовную войну до самого конца. Значит, сатана знает, что мы можем опустить руки, но сатана никогда не опускает руки. Поэтому до самого конца необходимо вести духовную войну. А люди не ведут духовную войну до самого конца, поэтому не могут увидеть и получить ответы в итоге. То есть духовную войну не надо вести как-то время, до самого конца надо, до того момента, пока сатана не приклонит колени придурно. Вот сегодня в 19-м стихе сказано, очень важно, давайте вместе прочитаем, что когда вот значит когда вы войдете в город, воевать, тогда будут деревья, которые пригодны, которые вы можете кушать, которые приносят плоды. Вы не срезайте их, но пусть они будут. Но когда вы зайдете так же, в город табуу деревья, которые непригодны и которые не приносят плоды, тогда используйте их для войны. То здесь сказано, что в каком-то городе будут деревья, которые можно использовать, а также какие-то деревья, которые нельзя будут использовать. Поэтому сам Бог говорит, поэтому все не срезайте. Не срезайте все деревья. То есть те деревья, которые приносят плоды, их не срезайте. Почему? Потому что придет время, когда вы будете кушать от них. То есть о чем здесь говорится? Что до самого конца ведите духовную войну. Об этом говорится. То здесь не говорится просто о каких-то фруктах, здесь говорится о глубоких духовных войнах, о глубоких духовных вещах. А те вещи, те плоды, которые используют ради войны потом. Используют их как орудия. То есть до конца ведите духовную войну. Поэтому для того, чтобы вести эту духовную войну в каждом районе нам необходимо поставить духовную систему. Это горница, это миссионерский дом, это районная церковь. И до какого момента необходимо вести горницу? До необходимо вести горницу. Пока мы не одержим победу в войну в каком-то районе. То есть в каждом районе, в каждой местности должна подняться такая духовная система. Я подытожу больше слова. Значит, вот на местах действия мы получили ответ, что где-то начали... Ну, как бы, самый лучший ответ, это когда на каждом местах действия открывается горница. Но мы подытожили, сейчас нет горницы. Сейчас горницы практически нет. то есть если посмотреть на раннюю церковь, хоть они были в тяжелых обстоятельствах, но у них были горницы на местах действия. Значит, иудеи, они соблюдали только субботу, шаббат. А ранняя церковь, они в течение шести дней были на местах действия. То есть они не упустили места действия. Они преподнесли балосужание шесть раз в неделю. И вот они понимали насколько важно богослужение. Поэтому они на местах действия до самого конца поднесли богослужение. Многие люди встречались с Господом и происходило действие. Место, где люди встречаются с Господом, это и есть горница. Затем командное служение. Это когда воспитываем работников. и вот у нас с вами здесь есть лидеры простых верующих, такие как диаконы, диаконисты, пресвитеры. Значит, вот вы сами подумайте, вы же лидеры простых верующих. Поэтому ваше место действия, это не просто место, ну как бы, место работы, заработка денег. Это место служения. Поэтому все наши лидеры простых верующих через воскрес на слово должны обретать силу и в своих районах, своих местных действий получать ответы. Вот, к примеру, лидеры простых верующих ранее церкви, они до самого конца вели духовную войну и ставили духовную систему на своих местах действия. Поэтому сейчас наши лидеры простых верующих потеряли путь, то есть они упускают благословение. Поэтому давайте это все восстановим до самого конца, давайте поставим систему на месте действия, чтобы вести духовную войну, до самого конца. И Бог уже приготовил ответы, которые мы с вами даже не видели. И во-вторых, после того, как мы создадим духовную систему, второе, необходимо до самого конца получать детальное руководство Духа Святого. Значит, в самом начале мы пытаемся делать что-то своими силами, пытаемся связи какие-то строить, то есть это гуманизм, чеческие отношения, но на этом далеко не уйдешь. Поэтому до самого конца необходимо молиться, чтобы получать водительство Духа Святого. И возможно есть многие люди, которые испытывают бремя насчет проповедования в своем районе и так далее. Но желаю, чтобы вы не испытывали бремя насчет проповедования. Если вы будете держаться за Божье Слово молиться, то Бог сам будет открывать двери. то есть Бог Он сам будет открывать двери. И потом ничем другим не занимайтесь. Прежде обретите победу в воскресном богослужении и затем молитесь за свой район, чтобы была поставлена духовная система. И тогда Бог начнет прикреплять людей. И вот ради этого мы до самого конца ведем духовную войну. Я подытожу Слово Божье. Если по-настоящему вести духовную войну, что откроется? Духовные глаза откроются. Если откроются духовные глаза, тогда я увижу то, что Бог делает сейчас. И если я увижу то, что делает Бог, тогда я увижу точно расписание церкви, мое расписание и расписание местодействия. Послушайте, мое расписание расписание нашей церкви. Значит, вот здесь необходимо получать водительство Божие. И какое расписание на месте действия? Ага, вот здесь нужно Евангелие, вот этому человеку нужно Евангелие. Вот это увидеть. Это значит увидеть расписание. И первое, мы находим на месте действия, прежде чем получать встречу с людьми, в себе взращивать духовную силу. То есть первое, еще раз скажу, когда будет духовная война получаться, тогда откроются духовные глаза. Тогда увижу то, что делает Бог. И тогда увижу Божье расписание. на месте действия. То есть к примеру, если на месте действия пришло расписание для какого-то человека, надо передать ему Евангелие. И потом Бог даст также силу этому человеку. И я благословляю Господа, что вы могли наслаждаться вот этими ответами. Давайте помолимся. Бог, помоги нам одержать победу в духовной войне. И мы знаем, что ты уже одержал победу над врагами. Поэтому ты благословляешь, чтобы все верующие могли одерживать духовную победу на своих местах действия. Чтобы они получали точное водительство Духа Святого. Чтобы они испытывали Божью силу. Чтобы у всех открыли духовные глаза. Чтобы все верующие испытали Божье действие. И особенно благословляю, чтобы через воскресное слово все готовились к духовной войне. Не упускали Божье слово. Благословляю, что в жизни всех верующих начали Божье действие. Моли с вами живу Господа Иисуса Христа. Аминь.